Да, всем привет. Собственно, на самом деле глубинная суть этой секции в том, чтобы показать, что делать абсолютно смешные, упоротые и совершенно бесполезные вещи с помощью машин лернинга каких-то наших высоких технологий не только весело, но еще и крайне полезно. И на самом деле вместо вводного слова я расскажу про один из наших прошлых проектов, который является почти эталонным в этой области. А можно кликер вообще? Собственно говоря, история будет о том, как сделать сложный сайт проект с машин лернингом, абсолютно провалить его и не иметь вообще никаких сожалений. Когда-то давным-давно, еще в 2017 году на хакатоне SpaceHack, который проводил Коля Давыдов, мы с вот этим господином и каким-то набором друзей собрались, чтобы построить самый отвратительный, самый непристойный проект на всем хакатоне. Но, естественно, мы его выиграли в итоге. Идея была следующая. Мы искали похожие лица в видео на всеми нами любимом оранжевом сайте. Поскольку мне приходится зацензурить изображение, я думаю, что вы можете додумать, что там происходит. Собственно говоря, хакатон мы выиграли с этим проектом. Мы даже не смогли забрать приз, в качестве которого была поездка в акселератор в Калифорнию. Мы даже общались с венчурными инвесторами, и мы не смогли сделать ничего хорошего, потому что мы были слишком ленивы. И мы забили на разработку. Вроде бы абсолютный эпический провал. В 2019 году, совсем недавно, мы с коллегой с работы решили каким-то образом оживить этот замечательный проект и накачать его не хакатонными поделками за два дня, а настоящим State of the Art Computer Vision с терабайтами данных. Смотря что мы сделали. Мы скачали огромное количество видео с Panhub, более 200 тысяч полностью со всеми мета-данными, и мы нашли на них все лица. И это первый пример крутого сейд-эффекта такого трэш-проекта. Соответственно, замечательный Игорь Рекун, которого вы сегодня еще увидели, написал кастомный фейс-детектор S3FD, который быстро работает и настолько качественно, что находит даже не совсем человеческие лица, как вы можете заметить. Этот код в випенсорсе на GitHub и уже используется в продакшн-проектах. Для фейс-рекогнишена, для распознавания лиц, мы использовали код от китайцев, State of the Art модели под названием InsideFace. В оригинале код был абсолютно нечитаемый, им было невозможно пользоваться. Мы переписали, перепаковали его в удобный человеческий вид. Теперь там уже, кажется, что-то близко к сотне звездочек на GitHub, и он используется в трех продакшн-проектах. И для того, чтобы хостить целых три веб-сервиса, фейс-детектор, штуку, которая ищет похожие лица и KNN, и контролировать это все и хостить Telegram-бота, мы использовали фреймворк в раппо, добрая половина кода в котором была написана в процессе реализации этого проекта. И опять же, этот фреймворк используется в продакшне. Собственно говоря, к чему вся эта история? Всего лишь как-то раз набухавшись у горев на хакатоне, мы создали проект, который нам позволил не только поржать и поугарать, но и построить целых три полезных продакшн-библиотеки, которыми люди пользуются прямо сейчас. Соответственно, стоило ли вообще все это того? Стоило. Ну и все дальнейшие доклады в этой секции постараются донести эту мысль о том, что вы можете не только делать что-то веселое, но еще и научиться многому в процессе. Ну или наоборот, чему-то учиться, параллельно делая что-то веселое. Следующий доклад представляет настоящий прорыв в мире бигдейта, AI, блокчейна, крипто, не знаю каких еще модных слов. Вы можете производить инференс ваших нейронных сетей абсолютно бесплатно.